всем привет в общем еду с другого города сегодня был там по делам и по трассе что-то в голову пришло заехать на речку посмотреть как там дела обстоят вот здесь верховьях давно здесь не был снастей при себе никаких нет не знаю что там буду делать там багажнике вроде бы у меня в чемодане лежит моток лески какой-то может быть ее там уже нет не знаю обычно она всегда там лежала может быть где-то какие-то снасти приткнуты в машине обычно так бывает что разгружу машину после рыбалки а потом еще какие-то снасти начинаю находить там всем может что-то и найду в общем решил вот так поехать не знаю что из этого получится просто поеду на берег посмотрю может быть там какие-то снасти найду для рыбалки заехал в магазинчик по дороге там купил бондюэль шапку вот такую же как у меня взял от солнца потому что сейчас пекло такое ужасное ну и все в принципе больше для рыбалки так особо ничего нет на берегу посмотрю если найду в общем какие-то снасти потому что здесь места очень людные и обычно когда я здесь рыбачил раньше постоянно на берегу собирал крючки какие-то грузила постоянно целая куча складывал в кучу на берегу уезжал и там в общем еще снастей оставалась целая тьма вот такая в общем идея съемочная вся аппаратура в принципе у меня с собой только дрона нет а так все в наличии поэтому сейчас поедем на берег не знаю что из этого получится но вообще в планах порыбачить до без снастей не знаю что я придумаю там у рыбаков ничего просить не буду конечно крючки и все такое постараюсь все сам там найти поехали посмотрим что из этого получится а впрочем если вы смотрите это видео у меня скорее всего что когда получилось так что поехали далеко никуда не поеду в принципе можно было сделать небольшой круг 30 километров до ближайшего города и там хоть какие-то снасти прикупить но я решил вот так вот что прям без снастей поеду вообще собирался на рыбалку на днях но это до дома еще километров сто ехать потом обратно так в принципе воды взял пару пирожков взял один съел уже он внутри меня по моему оживает уже там как чужой 2 точно есть не буду может быть на него половлю как раз таки и кто знает может быть я даже с ночевкой там останусь у меня даже подушка есть собой лишь бы народу не было там тьма что места такие людные сегодня в принципе четверг не должно быть много народу приехал в общем на берег видите здесь какой срачельник я поэтому не езжу в эти места они просто ужасны я лучше денег заплачу где берег убирают чем вот на это вот все смотреть я не представляю как здесь можно отдыхать вообще это же просто нереально порылся в машине вот он моток лески не знаю сколько здесь ее ну в общем какая-то китайская сейчас хочу походить по берегу посмотреть может быть здесь есть какие-то и снасти оборванные что-то еще что верю среди вот такого мусора всегда что-то находится здесь рыбачить на нереально здесь мелко слишком в общем сейчас здесь пройдусь по берегу посмотрю может чего найду потом ну все равно я не в этом месте буду рыбачить найду более менее где яма есть ну и буду ли рыбачить пока не знаю конечно найду ли что-то в общем все камеру выключаю и буду искать вот видите здесь всегда что-то такое валяется все короче болен шляпа вроде бы такая же она маленькая капец пойдет навернулся шляпу одеть потому что такое пекло боюсь что блин напечет видите здесь люди отдыхают в общем прошелся он до туда же на до конца чего здесь только нет нашел короче так собираю все что можно будет применить для рыбалки штырек какой-то нашел не знаю потом нашел в общем целую вязанку крючков я не знаю что это было такое что за снасть такая перемет что ли непонятно здесь с карабинчиком но крючки такие они вроде бы приличные прикольно смотрятся но они без ушка не люблю такие крючки но зато их здесь раз два три четыре крючка жена есть его час с дерева шел он там снял он там на ветке прям болталась вот эта фигня от поплавочки видать тоже вот крючок здесь грузельца маленький есть и 200 парка уже все перепуталась меня здесь все в одну кучу смел так что уже считай крючки есть леска есть как бы грузила можно будет из камня сделать и все в принципе уже можно порыбачить единственное надо сейчас место еще найти нормальное чтоб не занято было где можно порыбачить все в общем там даже блесны парочку нашел но там вообще не какущие уже проржавевшие в хлам ладно не буду отвлекаться присматриваться надо среди вот этой травы среди этого всего очень много чего можно найти перо но из него поплавок не сделаешь слишком легкая брожу в общем по берегам нашел уже еще кое-какие снасти очень много на деревьях висит но туда блин не добраться длинную палку можно поснимать глубины нет уровень воды очень низкий тут из-за этого не знаю что делать думал вот здесь вот в этом месте на этом перекате ки остановиться ничего то теперь я не уверен вообще вода вот посюда где-то должна быть где стою прошлом году здесь рыбы много было сейчас еще обойду здесь берег снасти посмотрю может что найду не знаю может быть здесь пока останусь соберу снасти какие возможно сейчас собрать подготовлю в принципе вещей у меня ни фига с собой нет ни к чему не привязан можно будет и потом переместиться куда-то наверно пока да здесь останусь и сделаю снасти пока что здесь жерех должен быть блесен нет пока у меня надо искать что-нибудь такое даже опарыши половина здесь уже почти мухи на некоторые даже еще нормальный правда там уже мурашей тьма я говорю здесь блин снасти можно найти даже и наживку можно найти если захотеть блин я когда вижу такую картину мне аж на не верится неужели блин ну как вот ну это ж ваша страна не знаю ваш город по большому счету это ваш дом как можно просто взять вот так вот засрать и уехать до чего надо не любить до свою страну где ты живешь вот это все ничего это вот кто-то это за вами должен убрать что ли вот это все прийти или как вообще это должно быть ой блин просто нереально не знаю может быть и правда поехать куда подальше в нормальные места где рыбалка то сто процентов будет или уже туда поехать когда снасти возьму из дома не знает это я вообще-то раздумываю теперь стоит ли здесь вообще оставаться или нет поднимается ветер такой что-то приличный в общем прошел я по берегу нашел ни много ни мало нашел просто дофига всяких снастей даже не ожидал что-то с деревьев поснимал здесь вдоль берега целая куча что-то зашел на перекат там скоряги посдергивал пару блесенок нашел конечно намного больше но кое-что просто уже было как бы ну не используешь никак было переломанные поплывки находил какую-то леску вообще тухлую находил которая вот так вот рвется легко крючки ржавые и все такое но насобирал я конечно дофига мне точно хватит на рыбалку однозначно значит вот это моя леска вот это я нашел коробочку пустую в нее он насобирал крючки и довольно нормальные крючки то я вам скажу всякие разные конечно вот это я вам показывал потом вот нашел леску моток но она тоже старая конечно но такая вроде бы не знаю наверно можно пользоваться потом смотрите костмастер 1 маленький вот такой вот древний потом костмастер 2 а нет вертушка где еще один костмастер вот он огромный 28 грамм нашел вот такой вот вот еще крючок нашел в упаковке еще вертушка 1 вертушка 2 вот такая вот потом вот такая вот силиконка еще леска на сломанной катушке поплавок тоже сломанный но я его вот так собрал в принципе еще может послужить бубенчики два штуки этого я вообще не ожидал найти во древние все но вполне рабочие но ножик это мой вот так вот в общем целый мешок снастей насобирал сейчас я наверное сделаю обычные донки из этого всего а кстати вот еще сачок вот такой нашел какой-то древний я только из воды вытащил он уже сухой такая жара тоже сейчас что-нибудь может придумаю с него нужное палки нашел шашлычные вот такие вот ржавые все в общем сейчас со всего этого что-нибудь попробую собрать какие-нибудь снасти наверное обычные донки сделаю на палочках такие даже бубенчики у меня есть ну и на бондюэль чуть-чуть кину закормлю буду пробовать ловить если что там я нашел то что пару опарышей еще есть я в тенек их поставил посмотрим может быть чего поймаем здесь если нет ну в принципе я побуду до вечера может быть клев-то как раз таки к вечеру начнется но если ничего не будет наверное клевать то скорее всего домой сегодня поеду потому что смысла здесь особо оставаться нет вот именно из-за уровня воды я переживаю больше всего то что низкая вода и рыбы здесь может не быть вообще в этом участке реки а может быть кто его знает отправлюсь дальше в низа где рыба точно водится посмотрим в общем разбираю леску с этого мотка что-то у меня здесь миллион концов как так понять не могу раз-два вот еще какой-то кусок блин мне хоть хватит на закидушку хоть на одну с нее в общем сейчас я подумал поэкспериментировать со снастями нашел трубу вот такую вот сейчас распилил ее напильником хорошо ее чуть надпилил она потом ломается распилил на три равные части хочу поэкспериментировать сделать снасти использовать вот такие вот бутылочки типа как катушку на нее намотаю леску ну как-то вот так вот что ли это пока я не знаю как это именно будет выглядеть ну и плюс сейчас попробовал ее в берег воткнуть тоже не воткнешь блин не знаю в общем хочу что-нибудь такое сделать интересную снасть какую-нибудь или так она будет стоять ну не знаю так она наверное крутиться не будет или наоборот сделать не знаю в общем сейчас хочу вот из этого что-то придумывать что получится вон что-то валяется червячок какой-то искусственный в общем снастей по берегу хватает на рыбалку точно насобираешь сейчас в общем что-нибудь намудрю и потом покажу вам результат как это все должно выглядеть в моем понимании не знаю не знаю что-нибудь не знаю что-нибудь это Субтитры сделал DimaTorzok Решил я, в общем, что мои снасти будут выглядеть вот так вот Бутылка сюда, я, наверное, ее так не смогу воткнуть, да это будет коротко, наверное, в берег втыкать Поэтому где-то я вот нашел железяку вот такую Ее в берег и внутрь сюда Вот так, в общем, как-то будет все это выглядеть Не знаю, насколько оно будет рабочее вообще Но смотрите, она крутится получается И как раз как будто бы фрикцион Такой немного расслабленный Смотрите Даже со звуком И плюс у меня еще бубенчики есть Так что, думаю, снасти получатся у меня все-таки кое-какие И мне вообще интересно, вот иногда в комментариях Мне пишут Ты вот ловишь на свои спиннинги там вот на эти А ты знаешь там в свое время, как люди ловили, там мы ловили на палке Я вообще не понимаю, зачем мне такое писать Ну, во-первых, мы живем не в те времена А во-вторых, просто как мне может абсолютно незнакомый мне человек Писать такие вещи, где я был, что я делал Откуда, интересно, он вообще это может знать В принципе, вообще не понимаю таких людей Ну, а раз так, расскажу, как я рыбачил в детстве Идешь поутру Находишь палку какую-нибудь самую длинную То, что там растет на районе Поровнее Потом ее Все обдираешь от коры Мочишь немного Как-нибудь ложишь ее так, чтобы она высохла в прямом состоянии Чтобы она была как можно ровнее Потом лески не было Крючков не было абсолютно у меня в те времена Когда я начинал рыбачить Но у меня мама швея И у нее швейная нитка обычная И иголки, знаете, такие с ушками И вот из этих иголок я делал себе крючки Приходилось сперва штук 10 сломать Потому что они не все гнулись Начинаешь сгибать, они ломаются И, в общем, я вот из обычных таких иголок с ушками Делал, короче говоря, себе крючки Разумеется, они были безбородые И поэтому с них рыба слетала На поплавок обычная пробка От бутылки Нитка обычная, швейная И иголка Вот на такой вот я рыбачил Не поверите Так что не знаю там, на что вы рыбачили В какие времена Еще где-то как-то Но у меня было вот так Но те времена уже давно прошли Так что я не думаю вообще, что в принципе Зачем они вспоминать Это так у каждого свое воспоминание на этот счет Вот, сделал я, в общем, три вот такие снасти Даже, блин, мне самому нравится Прикольно получилось Сейчас буду делать грузила Для этого я вот претендентов насобирал Вот такие камушки Сейчас покажу, какие из них грузила буду делать Так просто леской его не обтянешь Будет слетать постоянно Сейчас что-нибудь придумаю В общем, решил я Вот так вот сделать себе грузила Сейчас вот этими хомутиками Затяну Чтобы с камня не слетело, главное А потом Просто сюда леску привяжу Вот и грузила готовая Чем не грузила Классно? Так как крючков я нашел Целую кучу Буду делать Снасть На два крючка Здесь, вон, видно Полоса идет Водорослей Примерно рассчитал Длину Лески Чтоб вот За нее туда куда-то поставить Донки мои Самодельные Все Собрал я В общем Три снасти Двух крючковых Сейчас пойду Устанавливать Сейчас я буду втыкать А на них А на них уже Эти снасти Свои Вон коник Пришел в гости Воды попить Хочу посмотреть Есть ли на нем Клещи Вообще Как здесь Вот На районе С клещами Ну не бойся Не бойся Блин Эй Сам дурак Испугал Блин А там Что такое Там вообще Он собаки Купаются Смотрите Впервые Такое Вижу Ничего себе Смотрите Ну что Попробуем Что получилось За снасть Сейчас Дюэльку Насадим Потом еще Чуть Прикормим Крючки Разнобойные Получились Конечно Один маленький Один большой Ну да ладно Сразу Отмотаю Сколько Мне надо Лески Для Заброса Сейчас Еще Установлю Губенчики Все Леску Пожалуй Прижму Вот так Вот Такого Плана Будут Снасти Сегодня У меня Плана 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 Так как Бубенчиков Я два Всего Нашел Один Пришлось Разделить На две В общем Снасть Такая Не особо Надежная Придется Быть Неподалеку Карась Клюнет Ничего Страшного А если Сазан Или Амур Такое Схватит То Наверное Выдернет Думал Сперва Сделать Без Крышки Ну Насквозь И там Как нибудь Застопорить Но не стал Уже Заморачиваться Думаю Оставлю Так Посмотрю Вообще Будет Клев Не будет Потому что Мало ли Может быть Клева Здесь вообще Не будет Если что Переделаю Если вдруг Будет Ненадежно Все это Дело Что-то Сейчас Звенело И это И это Не ветер Был По-моему Вот этот Крайний Хочу их Сейчас Чуть-чуть Пошире Расставить Чтобы Не в одной Прям Точке Они были Ну-ка Что-то Я прям Слышал Поклевку Ну-ка Я варю В общем Сейчас Ближе к вечеру Еще Попробую На блесенку Вот здесь На перекатике Тоже В ручном Режиме Все Как в детстве Когда Не было Спиннингов И всего Такого Леска Есть Будем Пробовать Подъехали Сейчас Рыбаки Узнали Меня Подписчики Я у них Короче Кукурузы Взял Обычной Вареной Сейчас Буду Ее Насаживать Потому Что Бондиэль Ожидаемо Очень быстро Съедает Карась Сейчас Вытащил Еще одну Перезабрасывать Там уже Пусто На крючках Так что Надо будет Сейчас Нормальную Кукурузу Насаживать И тогда Возможно И сазанчика Дождемся А здесь Рядом Сижу Думаю Не Прозеваю Поклевку На этом Среднем По-моему Тоже Сидит Карасик Мне кажется Тоже Ня-нят Позвякивает Что-то Там Ох Как Хорошо Забросил Это Хороший Заброс Ну что Пришла Пора Вспомнить Детство Как я Ловил На блесенки Правда Совсем Не на Такие Но Тем не менее Думаю Разница Здесь Небольшая И Принцип Тот же Чуть Сейчас Смотаю Лески Вот таким Образом И Поехали Когда-то Здесь Рыба Так Ловилась Просто Обалденно Чуть Ли Не На Каждом Забросе Жерих Судак Смотрите Уже Берег Наполняется И горы Здесь Такие Очень Людные Места Здесь В одиночестве Остаться Практически Нереально Сейчас Буду Пробовать В общем Разные Приманки Карабина Нет Блин Каждый раз Перевязывать Придется Надо Просто Посмотреть Какой Самый Оптимальный Здесь Вариант Чтобы Его Успевать Тащить Чтоб Он Играл Нормально Здесь Какая-то Рыба Здесь Расплескалась Прям На перекате Блин Я в своей Белой Майке Хожу Здесь Надо было Чего-нибудь Потемнее Одеть Вон Стоит Какая-то Рыба Прям На перекате Интересно Интересно Это Жерех Нет Я Снасть Там Оставил На берегу Ту Прям Плещется Быстро Не буду Двигаться Но Но Эту Пока Забросишь Пока Размотаешь Всю Рыбу Расшугаешь Здесь Что-то Прям Стоит На Перекате Или Попробовать А пока Пекло Неохота Полдня Мучился Эти Снасти Собирал Там Еще На Дереве Снастей Куча Надо Мною Где Я Сижу Целая Куча Грузельца Всякие Леска Болтается Целая Куча Что Пробовать Не пробовать Попробую Наверное Что Еще Делать На Этот Маленький Газмастер Ловлю Его Прям Так Быстро Тащить Не Надо Есть Ничего Себе Есть Блин Ну Ой Блин Вот Это Да Ну Ка Не Шевелись Блин Попросил Же Не Шевелись Значит Все Таки Жерешок Здесь Тоже Есть Да Ок Вот Он Прямо Здесь На Мелике Стоит Ой Леску Утянула Течением Ох Ничего Себе Забросил Первый Пошел Ну вот И детство Вспомнил Удачно Никаких Спиннингов Не надо Конечно Это Очень Трудозатратное Действие Так Ловить Со Спиннингом То Конечно Попроще Собираю Поплывочку Себе Из Подручных Средств А крючки Все Огромные Надо Бы Поменьше Найти Там На дереве Висит Какая-то Снасть Сейчас Найду Палку Подлиннее Наклоню Посмотрю Там Что за Крючок Соорудил Кое-как Поплывочку Наковырял Снастей Сейчас Буду Здесь Ловить По течению Пускать Посмотрим Карась Есть Нет Здесь Не знаю Точно Какая Здесь Глубина Жерих Он Плещется Здесь Оказывается Вот Я ушел Чуть-чуть Меня здесь Не было Жерих Заплескался Так Ну что Попробуем Вот оно Жерих Бьет На мели Так Поплавок Топит Течением Надо Вот сюда Чтоб он Вышел На Спокойную Воду Палку Здесь Не найдешь Такую Чтобы Сделать Удочку Именно Как я Подсекать Рукой Буду Интересно Лишь бы Клюнуло Там Разберемся Течением есть пойма только камеру выключил и поклевка такая мощная кто там вобла попалась все ушла прикольно жерих убьет блин стоит здесь поклевка одну перезабрасываю 2 уже клюну переставляю на большую кукурузу о карась такой бондюэль быстро срывают не успеешь одеть стоит здесь рыба сазан бы клюнул внизах поклевка смачная ничего себе и сюда блин и там кто-то клюет в облах неудобно это делать вот поплавок в общем чисто в облак клюет там на закидушке кто-то сидит уже здесь клюет не знаю куда разорваться чисто в облак клюет здесь вот такая вот блин какая сильная иди иди надо идти за кидушки смотреть там какую-то прям долбит долбит кто-то сидит уже там подлещик попался на этот раз мелкий мелкий я думаю чем не поплавок всплыл я такой совсем мелочь дергает дергает здесь я так понял потому что из-под камня вытащила кто там у нас или уже никого нет нет есть карась не буду пока перезабрасывать сейчас пойду искупаюсь наконец-то то весь день собираюсь никак не пойду искупаться потом перезаброшу блин только нырнул как дернула ну как тянет ничего себе вдруг сазан о-о-о что-то а нет хотя неужели сазан да ухты какой черный смотрите черный сазан чик нифига себе я такого первый раз вообще ловлю видео видел а сам никогда не ловил таких еще вот он смотрите чисто черный сазан ничего себе вот это да только занырнул почти голый я здесь о какой ничего себе смотрите и упитанный все такой классный смотрите какой обалденный блин какой красавец оказывается черный сазан вот это да пойду в общем докупаюсь потом продолжим рыбачить вот вода падает прям на глазах смотрите скоро здесь вообще воды не будет обмельчает вот эта коса а жерих стоит здесь вон он бьет ну как его ловить блин я прошелся еще разочек ничего не нашел никаких снастей типа блесен не знаю можно еще будет поискать я не понимаю людей которые останавливаются и спрашивают у всех подряд как рыбалка как клев как будто бы им скажешь что рыба не клюет и они соберутся и домой уедут ведь такого же не будет все равно да и мало ли может быть они рыбачить не умеют у кого он спрашивает поэтому у них не клюет никогда этого не понимал интереса такого неужели они здесь встанут вот так а рядом прям соберусь домой поеду это уже мне не весело будет точно они реально собрались здесь вставать неужели люди едут вот так на рыбалку чтобы вот так вот кому-то всоседиться прям за два метра в чем смысл не пообщаться о чем-то своем гадить ходят друг другу под нос вообще не понимаю ой блин ну че не знаю все тогда боленый жерех здесь долбит тогда сейчас я половлю до вечера и все домой поеду я не буду так оставаться иногда еще как-то и соседи норм попадаются а иногда вот когда начинают бухать там орать музыка это вообще капец чисто в обла идет такая не крупная не мелкая середнячок и прикиньте это еще не выходные сегодня четверг выходные бы я сюда не поехал однозначно представьте что даже завтрашнего дня с пятницы здесь начнется вот так вот каждые пять метров будет машина стоять ой блин здесь кто-то подсел важно под разматывает ну и карась на них уже вот на все сколько стоит были поклевки вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, оказывается, дорога ушаталась вообще, блин. Я думаю, что легковушек нет на берегу. Ну здесь, не знаю, может быть, съехать легковушка и съедет, но подняться точно не поднимется. Даже, наверное, и полноприводная не поднимется. Расшаталась, короче, все там, в хлам, вот здесь дорога, пыль стоит. Не знаю, там какая глубина, я спускался, аж на спуске аж на застревает. Так вот, все, не выдержал я этого прессинга. Едут, 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 едут. Каждый остановится, пробьет интерес. Клюет, не клюет. Сколько поймал. Какого веса. Большой, маленький. Все, ушел следующий, следующий. Потом уже, когда пришел один чувак, который до меня там, видать, уже несколько дней стоит выше. Но я приехал, он уже там стоял, видно, разложенный, давно был. И он у меня, давай, интерес, короче, прогонять. Я, кстати, это все заснял, но не буду выставлять. А то, блин, обидится. Короче, блин, что, поймал? Я говорю, да так. А, как рыбалка? Да, не очень. Что, совсем ничего не поймал? Да, поймал мелочь. Что, как? Почему? Зачем? Каких размеров? И он мне, давай, короче. А когда приехал? Вчера или сегодня? Вот, смотрите, какая дорога здесь. Прикольная. Я уже стою, короче, говорю ему, слушай, ты с какой целью вообще интересуешься? Что это тебе даст? Вообще, в принципе. Тот развернулся, короче, и пошел. Пошел, за кустом нагадил рядом и все, ушел молча. Вы видели? Легковушка здесь не поднимется, это точно. Блин, я бы тоже не хотел бы в такую пыль лезть. Но ничего не поделаешь. Все, в общем, домой. Хватило мне этой рыбалки. Ну, а что, смотрите. Карася поймал? Поймал. Воблу поймал? Поймал. Жериха поймал? Поймал. Что еще? Сазана черного поймал. Воблу поймал. Все, переловил все, что там можно поймать. Сами видели, на что ловил. Ну, нормально же. Я думаю, нормально порыбачил. Просто настроение пока хорошее, решил уехать. Пока не испортили вообще окончательно. А так, ничего, рыбалка. Сейчас еще вечером так классно, прохладно. Речка бежит. Все дела. Блин, такой кайф. Но решил поехать уже домой, потому что начали приезжать. Завтра пятница. Вообще начнется наплыв. Здесь это нормально, короче, вот в этих местах. Вот так подъезжать. В 5 метрах друг от друга вставать. Там закидая друг другом путаются. Все эти снасти распутываешь. И все такое. Это здесь в норме. Ничего страшного считается. Но я так не могу. Все, в следующий раз, в общем, едем туда, где люди не водятся. Вернее, водятся, но не в таких количествах. Там нормально порыбачим. Со всеми делами. Ну, а вам спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели. Все, всем хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok